Привет, друзья! Сегодня мы улетали на барахулочке, на Петровочке. На Петровочке. На Петровочке. На Петровочке. Проверим. 22. 22. 22 в минусе. Мне нужно 22. Вот здесь. А здесь у нас всякая дозная. О! Смотрите, что я нашел у Виталя. Вот такой классный фонарик. И еще, наверное, рабочий. Ну, поколдовать немножко и заработает. Не, нормально рабочий уже закончил. Там 3,50 цена была. Так, железачку беру. Хорошо. Что с меня? Ну, с вас видно. Да ладно, ну ё-моё. Анализы уже уже сдал. Анализы уже уже сдал. Анализы уже сдал. Все четко. Сколько? Цена для этого. Так, ну, кончайте. Так же нельзя. Ну, что я должен ходить за вами? Вот же вредный продавец. Так, сколько с меня? Александр Ильич, нацепляйте. Сколько с меня? Я понимаю, что люди скучали. Так, ну, сколько с меня? Три рубля. Сколько? Три. Троячка? Троячка. Хорошо. Договорились. Вредный. Вредный дядька такой. Хоть не знаю. Не ходи там. Вот здесь ровно три. Все, отлично. Мерси. Да ладно, нет. Пойдет? Все, 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 все. Зачи не надо. Ну, куда? Меньше трех. Так, что это за планшет, дочка? А, это не для ТВ-шечки. Не, ну, вам надо спидометр или нет? Нет. Гривен за двести восемь. Виталик, отдамо за двести? Спидометр. Да. Давай забираю. Виннете. Я вас колись брал еще на сто тридцатый. На сто тридцатый. На сто пятьдесят цем. И больше панелей немало? Да, ну, немало. Ну, у нас такие, я помню, что... Ага. Дружба же не заканчивается. Ну, еще попадется, да? Что-то еще из таких приборов еще будет. Классные инструкциночки. Ну, что, буду наглядывать? Нет. Не надо, блин. Нет. Не надо, блин. Вот такие дела. Хорошо. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Хм. Тут, наверное, фитили, проблема, да? Нет. В этом фитили все нормально. Ну, они керосинки еще старые. У меня бабки на керосинках до семидесятых на саксаганского пользовались вот этими керосинками. До 70-х не было газовых людей. А потом этот самый пришел и все прибрал к рукам. Этот как его? Мэрнаш. Ну как его? До того. А Мельчинка? А Мелька, да. Он же всех киевлян повыселял нафиг с центра, позабирал квартиру. Ну не всех, но многих. Да, ну тут и дела. Мелька покойняга. Уже покойник? Да. Ну туда ему и дорога. Он сказал, что до меня на базу отдыха приехал. Это было кино. И что? Ну хотя у меня там база отдыха. Ну все тузыж там. Да. Вот. Дали мне денюжек, гривен сто на то время, чтобы я мясо замочил. Наша штука. Коля! То есть здесь все на 100 гривен? Нет, так тебе 100 гривен это и юшка, там ну рыбы то я сам поймал. Где снаряды. И товарищу задерживался трохи на 12 надо было подъехать. А я задерживался, колоку тому помогал на москвичу ставить на яме. Ага. Приезжаю и вот эти зеленые там штук восемь машин. Тридцать первые. Пару. Двадцать четверых чёрненькие. Омелька. Ну я так вот. Мне то все равно кто он. А в сумме работают спец управления механизацией. Они какие-то там тёрки были, это самое питание выреживали в галстуках, в белых рубашках ходят по базе отдыха. А ключи у меня. А они через, ну калитку зашли, а вот у меня ключи. Ну да. У хозяина. Всё как положено. И главный инженер, Виталий, ёлки, да ушёл. Блин. Я говорю. Опоздал. Всё. Тюрьма. 100 гривен. Лодки на всех. На все лодки. И это самое, Виталик, выдели это самое, пепельничку. Есть. Пепельник. Да. Так я, какие-то там первые секреты или райкомов, там крайне знаю. Короче, говорю, ребята, я понимаю, что это самое, что вы привыкли, чтобы столы были накрыты. Все, я говорю, вы не ощущаете. А сейчас быстренько, кто дрова, кто костёр распалит. Короче, картошка в мудирах. Один вспомнил, как он был ещё учился. Сюда, заглядывайте. Ой, блин. Так. Хороший такой с утра. Чуете? Плотненький. После того... Все, где он прошёл уже? Да. Так. Держи, Виталька, и тоби. На. Всяк-всяк. В общем, главный инженер через месяц каже, вот эта вся публика, там человек десять было в верхушке киевской. Понимаешь, вместе с Амельком. Ну да. Говорит, так Николы не отдыхали. Сами рыбу чистили. Понимаешь? И костёр распалило, картошка в мудирах. И всего на сто рублей. Нет, а то на сто рублей водку свою там попривозили, там всё таки. Ну просто, что сами участвовали. Понимаешь? Столи выставляли, скамейки. Так же, что приезжают все же на критку. И бегают перед ним, а тут... Будет что вспоминать в жизни. Детям будут рассказывать, как они сами... Да. Уже позабывали. Разжигали это самое. Костёр. Костёр, шашлыки делали. Хорошо. Пойду я, побегу. Всё. Хорошо. Александрович. Всё нормально. Мы за вас рады. Ну да. А я за вас рад. Да. Дела идут. Контора пишет. Костёр такой. Пухоненький. Значит, всё в порядке. Ставим пальцы. Всем пока. А. Ну да. Да. Ставим пальцы. Всем пока. Привет, друзья. Сегодня у нас токарочка. Нужно сделать вот такой кундук-турчик. Для рассверливания отверстий в леговских колёсах. Втулочка диаметром 22. Длиной 20. И отверстия 8,5. Заготовочку я взял на Петровке у Виталия. Виталий такой вредный. Не хотел мне её продавать. Но я его уговорил. Значит, сталь похожая на углеродистую. На инструментальную. Будут проблемы с обрезкой. Значит, что я хочу, что я хочу. Даже не знаю, как оно будет работать. Кондуктор должен как-то крепиться, как-то фиксироваться. А здесь никаких пазов, ничего нет. Возможно, там, в тех колёсах, которые надо рассверливать, какое-то углубление, в которое войдёт этот вот кондукторчик. Но лучше бы мне принесли эти колёса, и я бы их рассверлил. Отказать этому человеку я не могу. Потому что станочек, на котором я токарю, подарок именно от этого человека. От Димы. От Димы Боровика. За что ему большое спасибо. Ну и что? Приступим. Приступим к изготовлению. Зажимаем ту. Видите, что делается? Она туда не хочет. Сильно торчит. Резачок у нас вот такой. Видите? Приходится резать, чем попало. Резец неправильный. Резачок у нас, где то? Резачок у нас! Разбудительно спросил. Разбудительно. Резачок у нас opportunities, на которых мы сделали бродать машинку. Разбудительно. Заготовочку немножко мотыляет туда-сюда. Может быть, она не совсем ровная, а может быть, как-то я неправильно ее зажил. Ну-ка, мотыляет. Провернем. Мотыляет. Вот так нормальненько, так не очень. Сначала зацентруем чик, чик, чик-чурик. Провернем. Провернем. Выним манту. Провернем. Сверлышко из китайского набора 8,5. Масленочка. Провернем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поехали дальше. Теперь нужно отрезать. С этим будут проблемы. Потому что заготовка торчит из патрона сильно. Станочек слабенький. И слегка ушатанный 20 мм. Это вот так. Поехали. Посмотрим, что у нас с этого получится. Поехали. 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 Сейчас мы сделаем вот что, вынимем и зажмём другим концом, чтобы не так мотылял, чтобы ближе к патрону. Зажмём, чтобы не так мотылял, чтобы не так мотылял, чтобы не так мотылял. Зажмём. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...